Посадить дерево значит помочь экологии родного города, считает жительница Щелкова Татьяна Чернявская. Потому вместе с экоактивистами она приняла участие в компенсационной высадке клёнов и лип возле молодежного центра «Навигатор». Татьяна Михайловна убеждена, именно коллективный труд показывает, насколько щелковцы неравнодушны к судьбе родного города. Один человек же ничего не сделает. Или даже вот кто там, дворники придут или еще что-то. Они все-таки в основном не местные. Надо, чтобы человек горел желанием, хотел, чтобы здесь что-то выросло. Кто тут живет, те стараются. Участок для высадки деревьев выбрали сами экоактивисты. Мы увидели вот эту территорию, которая как-то всегда была такая чистая. Никому не приходило в голову, что здесь можно сделать. Но на самом деле территория-то очень такая важная, потому что здесь люди проходят суть Серова. Там люди идут из микрорайона сверху. Определен данный участок, в котором сегодня будет высажено порядка 35 деревьев. Но эта работа будет продолжаться. И второй участок, который был определен, мы выходим на следующей неделе. Зона рядом с озером Севаш. В высадке деревьев приняли участие как сами экоактивисты, так и сотрудники администрации, депутаты и работники городской службы озеленения. По распоряжению главы округа Андрея Булгакова был выделен необходимый инвентарь и саженцы 35 лип и кленов. Деревья высаживают не в хаотичном порядке, а определенным образом, так, чтобы в будущем здесь образовалась липовая аллея. Размещают саженцы на расстоянии не менее 6 метров друг от друга. Размер участка возле центра «Навигатор» чуть меньше гектара. И по мнению активистов, высадка деревьев на подобных территориях благоприятным образом влияет как на экологическую ситуацию в городе, так и на его внешний облик. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.